Юбилейный международный чемпионат молодежь и предпринимательства в десятый раз собрал активных, талантливых, инициативных и легких на подъем юношей и девушек из Беларуси, России и Украины. Мероприятия в стенах Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации длились три дня. Марина Джалая побывала на всех основных площадках и готова поделиться своими впечатлениями от молодежного бизнес-форума. День первый. В университете обсуждали аспекты развития молодежного предпринимательства в Украине, Беларуси и Молдове. С этого мероприятия в Гомеле стартовала неделя молодежного предпринимательства. На встречу собрались партнеры не только из озвученных стран, но и гости из Грузии, Латвии, Казахстана и Армении. Они обсудили тенденции развития молодежных инициатив и стартапов в своих странах. В каждой из них, несмотря на либерализацию законодательства, есть свои подводные камни. Например, белорусская страна отмечает необходимость более активно мотивировать молодежь заниматься бизнесом. Делать все, чтобы их заинтересовать. Для этого нужно побольше удачных примеров их сверстников. Своим мнением поделились участники из других стран. В Украине основной проблемой является неразвитый, нереализованный потенциал молодежи именно в организации своей предпринимательской деятельности. И в процессе своих исследований мы определили, что нашей молодежи не хватает практических навыков. Сходя из опыта наших стран, могу сказать, что необходимо представить им достаточных рычагов, институтов, которых позволили бы развивать предпринимательство. Во-первых, на начальном этапе очень важно, чтобы у них была поддержка, консультирование в данной области. День второй. Старт ключевого мероприятия недели, 10-го международного чемпионата молодежь и предпринимательства. Еще до торжественного открытия в фойе развернулась выставка молодежных стартапов. Мы все обошли, посмотрели, познакомились. Например, чтобы поучаствовать в молодежном чемпионате, команда из Чебоксар преодолела более 1300 километров. Среди участников это самые дальние гости. Кроме, буквально говоря, бесконечного позитива от атмосферы мероприятия, они поспешили удивить жюри и всех посетителей чемпионата своим проектом. Его в Чебоксарском университете реализуют полгода. Рассчитан на выпускников, которые планируют поступать в кооперативный институт. Для них открыли специальные курсы по кулинарному мастерству. Участники платят только за продукты, из которых они вместе с наставниками готовят блюда. Кроме того, учатся их красиво оформлять, осваивают правила сервировки стола. Они все очень рады. Мы сделали еще дополнительные курсы, которые называются «Суббота в кооперативном», потому что народу желающих очень много и мест не хватает на «Школе вкуса». У каждого участника огонь в глазах. Юность, энергия, жажда победы и уверенность в своих силах атмосфера завораживала. Это чувствовал каждый. Они все такие молодые, красивые, оптимизмом заряжены. От них тоже заряжаешься оптимизмом. После знакомства с выставкой, на которой был представлен опыт практической реализации студенческих проектов о молодежном предпринимательстве, прошло торжественное открытие чемпионата. Музыкальные номера и слова поддержки от организаторов и членов жюри – все для хорошего настроения и победы. Университет и Центр бизнес-образования на протяжении 15 лет занимается поддержкой молодежного предпринимательства. И в настоящее время в рамках государственной поддержки тоже мы являемся активным игроком на рынке экономики. Программа «Максимум чемпионата» – это дальнейшее воплощение озвученных идей и представленных проектом на практике. Узнать, что кто-то из участников предыдущих чемпионатов открыл свое дело – это лучшая награда. Очень важно то, что мы комплексно проводим эти мероприятия, и они позволяют на одной площадке встретиться ведущим ученым различных стран, ведущим преподавателям, которые как раз развивают бизнес-образование в наших странах, студентам наиболее активным, которые имеют способности к инновационной деятельности, и представителям бизнес-кругов различных стран. Это очень важно для того, чтобы не просто научить студентов реализовывать какие-то идеи, но и внедрять их в практику хозяйствования. День третья. Эмоции и градус напряжения достигают максимума. Ведь это финальный этап, определивший в итоге самых-самых предприимчивых. Тех, о ком хочется верить, мы еще услышим. За право стать лучшими боролись 14 команд из Беларуси, России и Украины. Результат – победа за команды Херсонского национального технического университета. Они представили на суд жюри, которое состояло из 40 профессионалов, сразу несколько уже реализуемых проектов. Это квест-комната и площадка по продаже изделий, которые студенты готовят в процессе учебы для различных зачетов. Члены жюри говорят о том, что вы – это пример того, что хотят видеть в будущем на этом чемпионате, чтобы был такой же потрясающий синтез теории и практики, чтобы проект уже был воплощен в жизнь. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Мне нравится уходить от реальности любимыми методами. Бывает, рутина надоедает, и я ищу разные способы. Раньше это были компьютеры, когда я был маленьким ребенком, играл в игры. Потом я понял, что можно создавать что-то свое, какие-то свои сюжеты. И попутно узнал, что есть такое движение, оно постепенно набирает обороты. Однажды попробовал, мне очень понравилось. Я захотел сделать что-то свое, оригинальное. Потом нашлись единомышленники, это прекрасная команда, они подхватили эту идею. Как я уже говорил, из Крумы ее вместе раздули на мехах наших креативностей и взорвали. Второе место у наших ребят – студентов из Белорусского государственного университета транспорта. Замкнули тройку победителей, начинающие бизнесмены из минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Но без подарков и грамот, к чести устроителей, не осталась ни одна команда. В следующем году условия участия в чемпионате станут более сложными. Изменения предложила жюри нынешнего состязания. Например, проекты должны будут находиться на стадии практической реализации. Значит, чемпионат станет еще интереснее, перспективнее и весомее. Марина Джала, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели.